Очень приятно так слышать, драгоценный. Елей на сердце идет. Для начала хотел бы вас поздравить с праздниками. Знаете, наверное, что евреи сейчас празднуют Суккот. Евреи всегда празднуют Суккот. Представляете, так как они делают шалашики, в которые должны прийти гости. Про них написано в Новом Завете. Не зная даже они гостеприимство для ангелов сделали. И все празднуют Суккот, делают такой шалашик. И празднуют Суккот, правят такого крышечка. Ждут этих ангелов. Ангелом может быть любой. И чекают ангели. Ты той, может, и всякаков. Но на самом деле, знаете, апостол Павел. Апостол Павел. Он говорил, как-то о нем, один ученик, так сказал, неудобно, вразумительное. И един ученик казал, неудобно, вразумительное. Он говорит, что я, говорит, нахожусь в этой хижине. Т.е. я хочу вам сказать, что эта палатка, хижина, временное обитание, это наше тело. И когда в нем обитает Господь. И когда в него обитает Господь. Вот это и есть тот самый праздник. И това и самия праздник. Но это была не тема. Това не е темата. У меня сегодня неудобная проповедь. Днеска имам неудобна проповедь. Просто я, знаете, посмотрел, как Иисус проповедовал. Видях, как Иисус проповедовал. Нигде я не видел, что он берет там свитки и говорит, так, а сейчас откроем вот это, вот почитаем. И не съм виждал то и утваря свиток и казва, это сега, что прочитаем това. Он говорил людям просто. То я просто говорил на хората. Вот я тоже хочу так попробовать. И я с иском така да упитам. А начну я с одной известной истории про Александра Македонского. Ще започнем с една известная история за Александра Македонски. Четвертый век до нашей эры. Четвертый век преди нашта эра. Александр завоевывает уже всю Европу. Александр вече завоевал цялата Европа. Идет в сторону Индии. Отива в посоката към Индия. И во время одного сражения. И во время на една битка. Когда всем было сказано, что бежать на захват. Когато всички, на всички са им казали да завоеват. Один молодой солдат спрятался. И един млад войник се е скрил. И его привели к Александру. И са го довели при Александр. Теперь представьте такую картину. Представете си такава картина. Конвой. Двое стоят солдаты с мечом. Има много войницы. Стоят двамата с мечове. Александр в доспехах. Александр е облечен с доспехи. И этот молодой парень, который уже, наверное, знает, что его участь предрешена. И тоже млад войник какой-то вечер знает, как его следует следу. Александр спрашивает. И Александр питал. Как твое имя? Как заказываешь? Тот, как услышал, такой, говорит, Александр. Александр. Тот подошел, такой большой, там, наверное, стол стоял. Может быть, ему гуляма масса. Как треснет по нему так. И такая ударит масса со своим рук. И говорит, как твое имя? Как заказываешь? Как заказываешь? Тот такой Александр. Александр. Третий раз он подошел, вот как к нему, вот так, лицом к лицу. И третий раз он подошел, вот как к нему, вот так, лицом к лицу. И говорит ему. И говорит ему. Или измени имя, или поменяйся сам. Или промени имя, то есть, или сам все промени. Вы все поняли, да, к чему я веду уже? Разберет, как по воде. Откуда ветер поддул? От какого ветра дул? Даже апостолы писали, говорят, что уже не я живу, но во мне живет Христос. Апостолите са писали, не аз живею, но живею вътре във мен Иисус Христос. Интересно, а вот когда живет во мне Христос? Когато живея вътре в мен Христос? В тебе, в тебе, в тебе, в тебе. Такая вот церковь, мощная, да? Мощная церковь. А как вы представляете церковь, которую бы вы хотели увидеть? И как себе представить церковь, которую бы вы хотели увидеть? Это вопрос был. Твой вопрос. Ну, какие-то... Есть у вас версии? Какую бы вы хотели увидеть церковь? Огненную. Огненную. Еще какую? Живую. Еще? Сильную. Одни и те же говорят, я вам пятерки поставлю. Любящую. Небесную. Веселую. Забавную. Служащую. Знаете как? Вот все вот это собираю я и вижу, что настоящая церковь так, наверное, и выглядит. Че мысля чейсинская церковь наистина изглежда такая? Как-то мой пастырь, он так сказал. И один путь мой пастырь сказал. Все то же самое, что и вы. Но еще он говорит, что когда, чтобы я заходил в двери. И только раз в кугату влизом во врата-то. Чтобы я танцевал, хлопал, плясал, радовался и молился вот так вот с руками. Да танцувам, да символясь распынать церковь на реку. От наполнения Святого Духа. А вот когда нас наполняет Святой Дух? Когда все хорошо, да? Куда не испыл в Святой Дух? Вот я пришел, хорошая работа, фирма. Кто люди работают на меня, никто не жалуется. И вдруг, другая ситуация. И заводнаж другая ситуация. Нету работы. Няма работа. Сам звоню, спрашиваю у других. Обождаем се на других и питам за работа. Церковь прихожу, че-то как-то не радуюсь. Идвам в църква и не се радвам. А если, вот как сестра сказала, говорит. Както сестрата ни каза. У кого-то хуже, то мне аж прям приятнее становится, что у меня не так плохо. Когато при някой е по-лошо, ставам им по-леку, че при мен не е толкова лошо. Вот это у кого хуже, написано в Якова. И това пише в книга Яков. Первая глава, второй, четвертый стих. Първа глава, второй, четвертый стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Гуляма радость приемаете, когда впадаете в различные искушения. Яков, ты вообще откуда? Яков, откуда си? Кто радуется в искушениях? Кои се радува в искушениях? Я тоже не понимал этот вопрос. И аз не разбирах този вопрос. Но один брат мне рассказал свою историю. Един брат мне рассказал свою историю. Говорит, что когда он занимался боксом, когато и тренирал бокс, он говорит, мы сначала тренировалися на груши. Сначала тренирахме върху чувала. Груша не дает сдачи. Тя не отговаря на твои удари. И тот уже себя чувствует, знаете, с погонами. И той вече се чувствовал, че е много силен. Май-тайсон отдыхает. Че Май-тайсон си почива. Но когда, говорит, вышли на ринг. Но когда излязохме на ринг. И получил несколько раз. И тогава той получил няколко удари. Тогда, говорит, Господь мне вразумил. Какой ты христианин? Тот, который приходит в церковь? Каков христианин си, който уйдет на церковь? Посидел, ушел? Просто си посидел и си трыгнул? Или настоящий воин Христов? Или си истинский воин на Христос? Ведь это же тренировка. Това ета тренировка. И если бы не эта тренировка, с этими испытаниями, за которыми стоит Господь, мы никогда бы не достигли совершенства. Слово так сказал, не достигли. Это, знаете, как? Не то, что я видел совершенных людей. Не означает, что я видел совершенных людей. Просто я люблю такие примеры. Вот если хозяйка готовит борщ. Когда я прихожу и спрошу, что у вас? Борщ. Там только картошка начищена, она даже в кипяток не брошена. Но она его называет борщ. Значит, это процесс. Который будет идти у нас всю жизнь. Който ще продолжава целия ни живота. Самое главное, чтобы мы не забывали, что за всем стоит Господь. Най-важното е да не забравим, че за всичко стои Господ. Знаете, интересно так, что был такой очень известный раввин Акива. Имал един известный раввин Акива. Про него очень много интересных историй есть. За него има много интересные истории. И вот одна из них была такая. Это где-то 130-е годы нашей эры. 130-е годы нашей эры. Евреи разбросаны. Евреи те са распрыснати. Он имеет у себя только лишь агарок свечи. Той има няколко свечи. Петуха. Петел. И осла. И един осел. Едно магари. И няма пари. Он подходит. Нельзя было оставаться ночью вне города. Очень опасно. Но било опасно да оставаше извън граду през нощта. И вот он подходит к воротам. Ворота закрыты. Той идва при вратата и те са затворени. Но в каждых городских стенах были такие мелкие проходы. Их назвали игольные ушки. И как раз за это и говорил Иисус Христос про верблюда. И во всички такива градске стени имаут такива входовы, много малки, в които биха могли да влязать и са снаричали. Игольные ушки. Ушенственные иглички. Така са снаричали. И вот он туда приходит. Той идва там. А знаете, чем они отличались от больших ворот? И тези входовы какво са се различали от големия вход? Там находилось очень много солдат. Там са се намирали много войници. Потому что это считалося ночью самое такое место, через которое могли зайти люди. Защото през нощта много хора могат да минат през това место. Опять стоит стража. Представляете, да? Сегодня столько страж. И така стоят много войници там. Он идет со своим ослом, с петухом. А они так посмотрели с копьями и говорят, ты че сюда пришел? Он говорит, ну я переночевать хочу в городе. Они говорят, откуда мы знаем, может ты какой-нибудь шпион? Откуда мы знаем, че не си шпионин? Зачем мы тебя должны пускать? За что требует допускать? Может, у тебя деньги есть? Может, имаш пари? Нет, говорит, нету. Тогда они его выгнали и говорят, нищих здесь своих хватает. И те сего изгонили и заказывали, че бедняты стигают и тук в городе. Равя Кива идет, огорченный. И то здесь Равин в Рави отрежен. И только хотелось пожаловать своему Богу. И так ему искал, да все уплачу. Но его учили с детства Бога благодарить. Но от детства тоже учили, да благодари на Бог. И он поблагодарил Господа, говорит, ну, значит, твоя воля такая. И то я благодарил на Бога и сказал, значит, твоя воля такая. Что я могу сделать? Что с ними драться? Или что делать? Конечно, немножко с огорчением он шел в сторону гор. И разберешься, Малку, с тегато и ворвел к планинитой. Пока он туда шел, уже огорчение прошло. И когда он стигнул планеты, тази тега исчезнал. Увидел там такое место, что-то вроде пещерки. И видел одно место, как пещера. Очень обрадовался. Много се зарадовал. Но он не знал, что там звери какие-то живут. Той не знал, что звери живут там. Представляете, он, значит, привязывает осленка. Той вързва в амагаре. Петуха. Този петел. Не привязывает, к себе прижимает. Зажег свечку. Запалил свечечката. И сидит и говорит, ну слава Богу. Сиди и казалось, слава на Бога. И уже холодно стало. Вече стало студено. Вдруг он слышит какой-то шум. И изведнъж чувал некакв избуци. То ли осел развязался, то ли какой-то зверь его забрал. Или амагарето се развързвал, некакв зверь го взял. Ночью выдалась очень темная. И през ношта беше много, било и много тъмно. Свечка погасла от сильного ветра. Он у него уже не може зажечь. Свечка е изгасна от сильния вятър. Лисица украла петуха. И лисица е откраднала петел. Ну, куда еще, Господи? Ты что, не видишь? Всего лишился. В город не пускают. Господи, не видишь ли? Отсечку сам все лишил. В городе не мое пускат. Но вот где-то в сердце... Ну, слава Богу. И някогда в сердце има слава на Бога. Как только... Вы знаете, я не знаю, до скольки вы спите. Но если вы спите на солнечной стороне и нету занавесок... Не знам, до колко часа спите. Обаче, ако спите на солнечной стороне и нямате завеси... Скорее всего, будете просыпаться солнцем. Тогава сигурно се събуждате с солнцето. И вот как только солнце начало подниматься... И когато солнцето е започнал да се вдига... Он проснулся. То есть я събудил. Ничего нету. Ничто няма. И вдруг он заметил вдалеке. И вдалечината е забелязал. Тёмный дым поднимается. Получилось так, что на тот город напали. Получилось так, что и тот град с его нападнали. Убили всех. Убили со всички. Сожгли его. И запалили тот град. Он смотрит на это, и всё начинает прорабатывать в своей памяти. И то и глядя твои започвы всичку, да вспомни, как вы убили вчера. Если бы не ушёл осёл, Ако магарето не би тръгнул, Он под утро хотел пить бы. И начал ИА делать, да? И той би започнал да издава звуци сутринта. Петух? Рано утром. Он би его выдал. И Петуха също би започнал да сутринта да издава звуци. И биха го забелязали тогава. Ночь была очень тёмная. И свеча, она видна была на несколько километров. И ночьта била и толкова темно, че тази свечичка биха могли да я видят. Поэтому я хочу сказать, что всё, что происходит в нашей жизни, За всем этим стоит Господь. Так как моя проповедь неудобна, Я хочу подойти к другой теме. И сега, что искам да примина к другое тема. Первое Тимофея 2.8. Первое послание к Тимотея, второе глава, 8 стих. И так желают, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, Воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Апостол Павел пишет Тимофею и говорит, Знаешь что, я так желал быть. И апостол Павел пишет к Тимотея и говорит, Така бих желал. А вы знаете, откуда это пошло? Знаете, откуда? Когда большая радость у людей, Они все вот так вот руки поднимают. И это был символ о том, что мы благодарны Богу. Как только лишь у меня большая радость, очень, Я еще вот так делаю. А когда еще есть какой-то, Событие? А у кого может некого события? То я еще и так. То я говорил, что я танцую вам. Оказывается, это еще написано было в псалмах. В 149-м вы можете прочитать. В Псалме 149 глава пишется там. Маленький псалом, где написано, что хвалите Господа. Хвалите Господа. С ликами. Лики. Лики. Это означает движение в танцах со звуками и хлопанем. Это означало движение в танцах со звуками и хлопанием. Это не похоже, как у нас происходит. У восточных людей это немножко по-другому было. Что-то наподобие. Что-то такое. Но руки кверху. А теперь смотрите, у нас идет молитва. Ощущение, что Господь здесь присутствует. О, что-то руки не поднимаются. Что-то они такие тяжелые. Прямо, ну если так поднимают, не знаю. А если так, это вообще медаль надо вешать. А знаете, когда видите евреи, которые хвалят Господа, они не только руки кверху поднимают, но и когда читается что-то из Священного Писания, они преклоняются перед каждым словом. А когда читают нечто от Священного Писания, те се преклонят пред всякая дума. С этим тоже мы разобрались. Так что надеюсь, когда будет уже прославление, у нас будет более тогда радость от всего сердца. И я перехожу к другому. Ну помните, в церкви говорится иногда об иерархии. В церкви-то говорится за иерархия. Мне очень понравилось, когда мы были на Трездесе, там сказали никаких санов. И куда-то бяхнули на Трездесе, там заказывали... Саны. А, да. Там заказывали никакие духовные звания. Я тоже не знал, что такое сан. Я не знаю, как было значао сан. От корейца еще так он сан. Я думал, что это, наверное, корейское слово. Я помню, если что-то не какое-то курейское дума. Не понял сначала. Не разбрах от начала. Вот, ну, когда потом среди нас там были пастыра. И среди нас были пастыри. Я тогда уж... Да, ну, теперь все ясно. И договор разбрах. Вот как раз об этом хотел я сейчас поговорить. И точно за двойцком договоришь, да? В Матфея 20 главе. В Матфея 20 глава. Иисус говорит в 25 и 28 стихе. В 25 стих Иисус сказал. Иисус же, подозвав их, сказал учениковым. Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Знаете, когда Ишуа пришел на землю, он изменил мир с головы на ноги или вверх на голову? С ног на голову. То есть променил свет на 180 градуса. Потому что как это? Как така? Мы знаем, вот у нас первосвященники. Имаме первосвященниците. Есть Каиафа. Имаме Каиафа. Есть там другие. Има другим. Мы знаем некоторых учителей. Знаем някои учители. Вот Гамалиил известный. Гамалиил известен. А ты что говоришь? А ты как показываешь? Ты как-то иерархию наоборот. То есть кто самый главный, да будет всем слугой. И там Иисус сказал, что кто-то и наиглавное, да будет слуга на всички. А Господь имел в виду, что если ты главный, Господь имел предвид, так у всех главен, на тебе лежит ответственность. А вверху тебе лежит отговорность. Встать и помолиться за каждого. Да станешь и молишь за всех. Вот за кого ты молишься? За този, за кого ты молишь. Вот пред Богом для него ты и главный. И пред Бога си главен за него. За кого ты постися? За кого ты держишь пост. Для того ты и главный. И за него си главный. Для кого ты среди ночи встаешь, если какое-то дело? Ако на някому трябва помощь през нощта и му помагаш, за него ще бъдеш главный. А люди, знаете, немножко стали так под себя писание, можно как-то так под себя можно подстраивать. После разделения Римской империи на Восточную и Западную. После разделения Римской империи на Источную и Западную. Восточная — это как раз Византия. Твоя Византия. А Западная — это как раз произойдет там католицизм. А в Западная — это заплачено католицизм там. Читая эту же Библию, находят место, Читая една и същая Библия, те намерят место, Че Господь говорит Петру. На Петер. Я дам тебе ключи от ада и смерти. Ще ти дам ключи от ада и смерти. Вот они это прочитали. Те са го прочели. И так приняли. И така са приели. Петер — первый папа. Петер — первый папа. И после этого появилась иерархия, в която папа — это высший царя. Он был посредником между Богом и людьми. Представляете? А Господь так не говорил. А Господь не казал така. Когда мы смотрим на нашу церковь, это уже следующая тема. Видите, я несколько тем затрагиваю, за которые нужно думать, и молиться. Как там ни один брат подходит, я не помню, как его пробовать. Он говорит, как хорошо, что ты что-то с еврейства нам рассказываешь. Добре, че нечто от еврейства не рассказываешь. Но знаете как? Не то, что это хорошо. Не, че е добре това. А на самом деле так написано было в деяния апостолов. Така е написано в деяния на апостолите. Когда пришли им ученики и сказали, слушай, у нас очень много учеников-язычников. Ученицы-то садушились, оказывали, чьи много учениц от язычницы. Что же нам надо, чему им надо учить их? На какого дуги учим? В деянии апостолов в пятнадцатой главе. Деяния на апостолите, пятнадцатая глава. Если прочитать седьмого по одиннадцатый стих, от седми до одиннадцатый стих, то здесь так написано. И тут пишет така. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал нас, меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но веру я, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Знаете, когда ты не еврей, когда ты не еврей, тебе эти слова, ну, может быть, и радуют просто, да? Может быть, эти думы просто те и радуют. А в тот момент евреев, а вон си момент, когда евреи те са были, они как будто позавидовали. Те са завиждали все одно. Язычникам дано то же, что и мы. Мы избраны народ, не они. Мы все законы соблюдаем. Спазмы всички законы. Десятины даем. Давам и десятикам. Мы все праздники соблюдаем. И вдруг Бог нас поставил на один уровень. Тогда читаем дальше. Ученики сидят, видать, молятся. Ученики сидят, может быть, и молят. И в девятнадцатом стихе написали. И во вслед глава девятнадцатый стих. Посему я полагаю не затруднять обращенных к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотите себе. Видите, это единственный закон, который был дан язычникам. Но дальше... И то же язычники сеймали саму тваку, то есть требовалось позвать. Ибо закон Моисеев от древних родов во всех городах имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Кто-нибудь был из вас в синагоге? А видите, здесь написано. Ты должен знать. Когда ты понимаешь о том, что здесь написано, ты приобретаешь правильное знание. Я не хочу умалять Слово Божье. Но когда ты читаешь и не понимаешь его, так и написано. Помните, когда Филипп на дороге стоит, едет какой-то там евнух. Он верит в Бога, он даже пришел на поклонение, читает свиток. Той верва в Бог, читает некакой свиток. Исаия. От Исаия. Но он не понимал. Бачи той не разбирал. Он читает. Слушай, если ты читаешь, ты должен понять это. Бачи, ако читаешь, трябва да разберешь това. И представляете, Бог посылает... Это знаете, как было? Это как вне времени. Вот портал открылся, Филипп появился. И из-за днаш портала са утворил, и Филипп все появил. Едет колесница. Читает евнух, и что-то вроде понятно, вроде непонятно. Читает от свиток, разбирая или не разбирая. И Филипп оттуда, да? Ты хоть понимаешь, что ты читаешь? И Филипп глупит, разбираешь ли, как его читаешь? Откуда ты взялся здесь вообще? Откуда я себе появил? Нет, я не понимаю, если мне кто не объяснит. А ты можешь? А с ней разбирам, обащаку не могу не объяснить. Да, конечно. Давай, идем, садись со мной. И то я его поканил дому объясни. Дорога, пустыня. Пытая пустыня-то. И вдруг вода. И звонишь вода. Я не знаю, сколько времени ему Филипп проповедовал, но он говорит так. Не знаю, сколько времени Филипп проповедовал. Слушай, а если я, вот вода, я могу креститься? И той вижда водата и пита, дали мога да се крестя. То Филипп тоже так удивился, говорит, но если веруешь от сего сердца, почему нет? Ако верваш от цялото си сърце, защо не? Написано, что когда он крестился, пише, че когато се крестил, Дух Святой сошел. Этот евнух продолжает дальше путь свой, радуясь. Он понял о том, что написано. А написано, а Филиппа не стало там. И изводнеш Филипп е исчезнал. Снова портал, и он там у себя. И пак той се преместил някъде изводнеш. Поэтому, когда говорят, что еврейство это хорошо, когато доказват, что еврейството е добре, есть здесь и опасность. Има и опасность тук също. Помните, когда к Филиппийцам, третья глава, Филиппяне, трета глава, седьмого по девятый стих. От седьмого до девяти стих. Пишет апостол Павел. Пишет апостол Павел. Тут вообще третья глава, то он рассказывает за себя, кто он такой, В третьей главе то он рассказывает за себя, то есть как вас занимало. И вдруг? Изводнеш. Он пишет седьмого стиха. Вот седьмый стих то и пишет. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщитою. Да и все почитаю тщитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от Него и отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога поверит. Смотрите. Равин. Равин. Учащийся у ног Гамалиила. То есть какой-то селуч в краката на Гамалию. Ты получал от первосвященников письма. Вы знаете, письма всем не дают. Не всички получават письма. Что думаете, подошел какой-нибудь там Иосиф постучался и говорит, дайте мне, я в Дамаск там письма отнесу. Нет, никто не дадал. Как Иосиф се душил и попитал за письма да ги донесе в Дамаск. Он был на весу. А чтобы вес держать, он должен был соблюдать полностью весь закон. Той требовал да спазва целия закон. Обрезание. Не е свинину. Да не е свинско. Там и все остальное, что хотите прочитайте, много заповедей есть. Много заповедей. Те, которые 365 написаны были только лишь под заповеди. И еще в два раза больше придумали евреи после. чтобы угодить Богу. И он говорит, что это все для меня ничто. К чему я это говорю? Хорошо, когда еврейство ходит в церковь. Но когда еврейство со своими ритуалами и законом входит в церковь, вытесняя крест Иисуса Христа чуть туда, на вторую сторону, это нехорошо. Вот когда евреям 10-й главе. Посланникам евреям 10-й глава. 16-й и 17-й стих написаны такие слова. 16-й стих. Вот завет, завещающий им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их и напишу их и греховых и беззаконних не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно прощение за них. Итак, к чему я веду? Если ты еврей, можешь ты праздники праздновать. Это хорошо. Но если ты еще принял в свое сердце Ишуа как личного спасителя, то это и есть то самое, к чему стремились все из избранного народа. А если ты не еврей, то у тебя точно такое же сердце. И здесь написано, что Бог законы Он дал Моисею на каменных скрижалях. А Господь для всех Он уже не поставил развлечения. Дал законы в сердце. Подымите, у кого есть сердце. Если бы не подняли, я уже, наверное, тут плохо было бы. А если бы не подняли, как бы было пошло, законы Господа написаны в вашем сердце. Как только ваше сердце остановится, только тогда этот закон умирает. Тогава закон что умрет. То есть те скрижали можно было разбить. Помните, Моисей разбил одни скрижали. А здесь они умирают вместе с человеком. А тут ты умирает Господа. Всем сердцем своим, всем разумением своим. Всей силой и крепостью. И ты принимаешь Ишуа как своего личного спасителя. Не то, что моя бабушка молилась, или там, я сам, сам. Тогда на моем сердце есть эти надписи Божьи. Сегодня у нас праздник. И днес имам праздник. Вон стоит, да. Воспоминание о страдании Христа. Поднимите руки, кто был тогда на Голгофе. А что вы вспоминаете? Вам приснилось? Во, отлично. А вы знаете, что на самом деле, когда ты искренне верующий, и ты приходишь в это место для поклонения, идешь в твое место за поклонение, с трепетом относишься к святыне. с трепет относишь к свято место, когда ты берешь вино, которое олицетворяет кровь, когда берешь мацу, которое олицетворяет тело, и иногда бывает, знаешь, как-то стоишь и просто дрожишь. Я там не был, но на генетическом уровне я это чувствую. Я не фанатик, я не представляю, что я вместо сока или вина пью кровь. Но я это на генетическом уровне чувствую. И еще раз убеждаю, что Господь Он вне времени. Был, есть и будет. Когда мы вспоминаем о страданиях Иисуса Христа, самое главное это крест. Мне очень нравится некоторых художников такая хорошая фантазия есть. Они рисовали грешный человек, Свят Бог и вот такой мост как будто бы, крест единственный. Когда вот этот символ в нашей жизни он начинает вот действовать, тогда нам не хочется грешить. Я не скажу, что я святой человек. Не, святой, но в процессе борща. помните, помните, Но когда я вижу страдания Иисуса Христа или там вот страсти Христа, что-то сразу мысли не приходят пойти что-то такое, поругаться или что-то. Почему-то нет. Почему апостолы говорят, что я каждый день себя распинаю, каждый день прихожу на это место. И апостолы говорят, что я расплываю себе си всякий день. И в мыслях я вспоминаю о том, как Господь пострадал. И когда Господь страдал, есть так картины многих художников, которые иллюстрировали там воин стоит с копьем, который там после его проколит. И после продубчива Иисус, женщины стоят, Мария, Магдалина, Иоанн стоит. И если вы приглядитесь внимательно, во всех этих картинах есть пустые места. Не из-за того, что художнику лень было там кого-то нарисовать, а просто для того, чтобы каждый подумал, вот здесь мое место. Как раз об этих страданиях я хотел бы спеть псалом. из-за тезис в Донецком деспее в Салом. Так, а где идет он? в Салом. В Салом. В Салом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты висишь, виси, стекая кровью... Так свое создание возлюбля... Что готов обнять своей любовью... Даже тех, кто распинал тебя... Дай мне подойти к тебе поближе... Ноги пригвожденные обнять... Дай склониться пред тобой пониже... Раны от гвоздей поцеловать... Ты висишь, виси, стекая кровью... Так свое создание возлюбля... Что готов обнять своей любовью... Даже тех, кто распинал тебя... Но напрасны все мои стремления... Чтоб твои страдания облегчить... Дай Господь, чтоб каждое мгновенье... Жизнь не сей... Жизнь не сей... Тебе мог посвятить... Я виновник твоего страдания... Я виновник твоего страдания... Я виновник всех тяжелых муд... Как бы я хотел своим признанием... Вырвать гвозди из пронзенных рук... Как бы я хотел своим признанием... Вырвать гвозди из пронзенных рук... Как бы я хотел своим признанием... Я хотел своим признанием... Вырвать гвозди из пронзенных рук... Баруха Шем! Слава Господу! Баруха Шем! 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 Баруха Шем!